Вокальный ансамбль «Бельканта» под руководством Алены Ахмеджановой готовился к этим фестивалям еще в 2020 году, однако из-за пандемии поездка в столицу отменилась, и только в этом году удалось принять участие, правда, уже с измененным составом и с новой программой. В программу вошла песня, совместная песня, наша авторская песня с Евгенией Алексеевной Поляковой «Мы никогда не видели войну». Эта песня, прочитав ее стихи, настолько вдохновили эти слова, что я сочинила музыку. Меня очень тронули эти слова, мощные, искренние, сильные. Сочинила музыку, и совместно со Станиславом Мальцевым мы сделали аранжировку. И, собственно говоря, в Москве мы показали эту песню. Члены жюри по достоинству оценили программу югорского ансамбля «Бельканта» стал обладателем дипломов лауреатов и гран-при. Это, кстати, самая высшая награда. Вокалисты творческого коллектива впервые получают приз такого уровня. «Никогда не видели войну, но в этот день, великий день победы, поднял так головою фото деда, чтоб вместе с нами встретили весну». Кристина Шишкина поет в «Бельканту» три года, сейчас ей девять. Несмотря на свой юный возраст, девочка призналась, что очень любит военные песни, которые разучивают с педагогом. Нам, потому что они очень нравятся, нам нравятся патриотические разные такие песни, чтобы нас пригласили куда-то на праздник, на мероприятие какое-либо. Я люблю песню «Мы никогда не видели войну», «Катюшу» и вот эти песни. Также удостойной наград были вокалисты «Соловушки». У коллектива диплом первой степени фестиваля «Все мечты сбываются» и второй степени «Новогодняя Москва». Также получила приз и солист к вокального коллектива. Кстати, для молодой команды ансамбля это первый выезд на конкурс международного уровня. Ансамбль исполняет народные песни в современной обработке. Само место, проведение, все очень впечатлило детей. Мы помимо конкурса посетили Красную площадь и были на ВДНХ. Мы ездили в Кремль, в Измайлово. Было очень интересно им, познавательно. И плюс победа на конкурсе. То есть мы не ожидали каких-то результатов, потому что как багажа большого не было у нас участия в конкурсах. А тут жюри нас похвалила, сказала, вы молодцы, вы хорошо, хорошим делом занимаетесь. Для вокальных коллективов эти награды в международных конкурсах – отличное начало года, впереди их ждут новые победы. Екатерина Козлова, Илья Мамонов, Югорск ТВ.